Это Владивосток и у меня есть три дня, чтобы научиться говорить, пить, есть, дышать, ну в общем жить как местные. Владивосток, а точнее три жителя Приморского края стали героями нового интернет-шоу «Местные». Проект это цикл документальных короткометражных фильмов, состоящих из истории о городах России глазами их жителей. Это ребята, которые каждый день пытаются делать свое место чуть-чуть лучше, именно поэтому они местные. Ведущий тревел-шоу Родион Чепель за три дня попытался не просто стать местным, а также сломать стереотипы о приморской столице. По мнению тележурналиста, для многих жителей России Владивосток ассоциируется с Золотым мостом, Токаревским маяком и крабами. Но на самом деле это город дрифта, царство подземных тоннелей и земля леопардов. Приморья – это тачки, очень много тачек. А это примринг, приморское кольцо, это центр всего, что здесь связано с авто и мото. Таким образом зрителей познакомили с первым героем – Дмитрием Семенюком, который не только рассказал тележурналисту о дрифте, но и прокатил, что называется, с ветерком. А также познакомил с авторынком и поделился своим увлечением – исследованием Владивостокской крепости. В итоге Родион смог не только насладиться красивыми видами, но и побывать диггером и пройтись по подземельям. С этой сопки видно, какой город на самом деле компактный. И от этого еще сильнее удивляешься, сколько в нем запрятано того, что совершенно невозможно ожидать. Далее Родион на один день приехал на землю леопарда, чтобы вместе с Виктором Старожуком отправиться на проверку фотоловушек. По дороге главный по кошкам, как окрестил его ведущий, рассказал о том, как более 15 лет назад начал изучать поведение кошачьих и показал типичные места обитания дальневосточного леопарда. Вместе с Родионом зрители ролика узнали, по какому принципу происходит выбор места для установки фотоловушки. А также увидели ряд уникальных видеокадров, сделанных на месте создания фильма. Вот на видео я. Отматываем раньше. Весной на этом самом месте олени грелись на солнце. Проходит всего несколько часов и в кадре на том же самом месте – тигры. Что произошло с оленями, можно только догадываться, но у кошек явно барбекю-вечеринка. Последний день тележурналист посвятил яхтам. Третий герой выпуска – яхтсмен Алексей Волошенко. Так ведущий проекта не только смог в теории познакомиться с парусным судном, но и испытать это дело на практике. Уже прям можно это отпускать. Это прям на свет. А это натягивать? Оказалось, яхтсмен Алексей занимается судостроением, и поэтому Родион смог увидеть процесс создания катера. Да, это мы находимся на палубе. Да. Вы слушай, он огромный такой. Да, да, да. Это просто огромнейший катер. Да. Блин, он больше, чем моя квартира. В конце выпуска Родион Чепель отправился на маяк на Эгершельде, где для себя отметил, что по воде перемещаться во Владивостоке куда удобнее, нежели по дорогам. Вот бы еще стоянок и причалов было побольше, а так на другую сторону Амурского залива по воде полчаса, а по дороге в три раза дольше. Благодаря проекту «Местные» у жителей России появилась уникальная возможность познакомиться с жизнью города, которую не увидеть, если следовать маршрутам из путеводителей. Потому что рассказывают о Владивостоке и Приморье те люди, которые стремятся делать город лучше, и поэтому точно знают, что составляет его душу, а что только обложка для туристов. Ожидается, что в следующих сериях проекта его зрители также познакомятся с Санкт-Петербургом, Мурманском, Уфой, Ростовом, Томском и Екатеринбургом. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.